Мы продолжаем знакомиться с нашими земляками. Вот уже на протяжении 20 лет диджей-прома держит недосягаемо высокую планку, собственную манеру и стиль игры. Его хорошо знают во многих странах мира. Сегодня Алексей Иванов, а именно так зовут музыканта, у нас в студии. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Расскажите, что же привело вас в Ростов на этот раз? Приехал по приглашению М3 Прожект на вечеринку, посвященную Европа Плюс в клубе Гаиска. Вечеринка, насколько я знаю, посвящена Хэллоуину. Ну, вообще это праздник как бы сатаны, по большому счету считается, когда собираются, вылазят все нечистые духи, где собираются все нечистые, вылазят с кладбища потусторонних миров и всего остального. Соответственно, и характеристика этого же мероприятия в том, что люди переодеваются, приходят одевать на себя всевозможные страшные костюмы и отрываются в эту ночь страшную. Как вы относитесь к этому празднику? Как его проводите? И есть ли какие-то собственные фишки в его проведении? Я к любому празднику отношусь как к рабочему дню, потому что все нормальные люди отдыхают, а мы работаем, развлекая людей. В Ростове вы не первый раз. Как относитесь к городу и как обстоят у нас дела с вашей индустрией? С нашей индустрией все чудесно на уровне. Город Ростов всегда был лидером клубной индустрии. Отсюда начинались все самые большие проекты, которые сейчас звучат в Москве. Наш город Части, который был в 99-м году, если не ошибаюсь, в 98-м, в 99-е, 2000-е годы. Это первый проект, один из первых проектов, в котором я участвовал. Город Части был, после чего стали Замиты Баста, Вася, Оксана Малолетка, Света и тому подобное. Наши ребята ростовские. Так как я уроженец, в принципе, по большому счету, в Таганроге, но живу во всех странах, во всем мире, где приходится, куда зовут. Все классно, в Ростове классно. Красивые девочки, чистый город большой. Классно. Не знаю, что сказать даже по этому поводу. За последнее время как-то особенно запомнились какие-то вечеринки? Может быть, где-то захотелось даже остаться? Хороший вопрос. Хороший. Где хорошо встречали? Ну, наверное, у нас на родине, в Турции, только там, наверное, хорошо встречают люди. Хороший был клуб в Казахстане, город Актау, клуб Арабика. Очень хорошо там принимали, как бы, очень хорошие хозяева, управляющие. Персонал со всеми прям там общался, прям двое суток и уезжать даже не хотел. Очень хорошо принимали. Хорошо принимают. В любом случае, как бы, в Европе хорошо принимают. В России, говорю, у нас, к сожалению, уровень не дошел до отношения к артисту. Ну, как бы, такой, чтобы был прием. Потому что, если ты человеку плачешь деньги, то, значит, все, он тебе должен. Как бы, соответственно, к нему можно не относиться абсолютно все равно как. Ну, как-то так. Алексей, расскажите о своем творчестве. Чем сейчас занимаетесь? Какие проекты разрабатываете? С кем работаете? Работаю с M3 Project. Издаюсь на их же лейбле, на патче. В принципе, как бы, на европейских пару лейблах издаемся. Ну, так, в принципе. В принципе, все. Алексей, а где можно будет вас увидеть и услышать в ближайшее время? Может, даже взять автограф? 26 октября. Кинотеатр «Люксор». Жду вас всех на пресс-конференцию, посвященную два года кинотеатру, где вы можете получить автографы и пообщаться самолично. После чего жду вас в клубе «Эгоистка» на продолжение вечеринки, посвященную празднику Хэллоуин. Клуб «Эгоистка». В 10 часов вечера жду всех любителей клубной музыки. Европа плюс. Спасибо, Алексей. Желаю вам удачи и отличного Хэллоуина. Редактор субтитров И.Бул Thursday. Корректор В.Сухиашвили Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...